Один из российских препаратов против коронавируса, который Минздрав разрешил продавать в аптеках, будет стоить от 12 тысяч 410 рублей за упаковку. Пара-пара-пам. Всё для своих, всё для народа. Что-то грустная новость, честно говоря. Может быть, дальше будет чем-нибудь повеселей. Кену Ривз встал на защиту россиян, которых на Западе принято считать угрюмыми. Всех нас? По его словам, россиян изменила суровая обстановка, и он тоже бы перестал улыбаться, если бы круглые сутки жил в артхаусе. Этот мужик нас понимает, да. Маска есть? Блин! А, да. Это знакомо. Я хочу детей, но я не хочу быть беременной или рожать. Но я также не хочу усыновлять, потому что я хочу, чтобы дети были моими. Понимаете, в чём проблема? Кто-то ей отвечает, фактически ты хочешь быть отцом. Да, нам мужикам легче в этом плане. Какая фигура имеет три угла? Треугольник. Вообще-то, треугольник. Что у тебя по-русскому? Тре. О, да. Теперь всё встаёт на свои места. Кто-то из моих хейтеров написал, что мне нужно запретить фотографироваться, потому что я слишком уродливая. Что ж, я решил отметить это своими тремя чудесными селфи. Вы молодец, ни капельки не уродливая. Просто позитивная, мультяшная, необычная, немножко смешное в хорошем смысле слова лицо. А те, кто считает, что вы уродливая, пусть идут в жопу. Кто знает эту женщину, можете скинуть ей с тайм-кодом этот ролик. Итак, класс. Домашнее задание на завтра. Прочитать про 2020 год. А это сколько страниц? Страниц? О, милое летнее дитя. 2020 год это целая книга. 2020 год. Великий говношторм. Чё, выйдешь вечером? Блин, там Гарри Поттер по делику, я посмотреть планировала. В смысле? Ты же недавно совсем смотрела. Ну это я смотрела по интернету, а сейчас по телеку же. Ничего не понял, Даш. По телеку всегда интересней. Я. Эх, сейчас приду домой и отдохну от матиши. Дома. 2х равно 4х-8. Чему равен х? А? Пишите ответ в комментариях. Нет, это кошмар просто. Где санитарные требования? Где Роспотребнадзор? Почему в помещении крыса без маски? Спокойно, это директор по свежести. Просрочку вынюхивает, а в маске так не унюхать. В правительстве не могут понять причины бедности россиян. Да что вы говорите? Мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины, заявила Татьяна Голикова. Это пишет. На исследование будет выделено 50 миллионов рублей. Привет. Привет. Не против познакомиться? А девушка твоя не против, что ты со мной познакомишься? Ха-ха. Против, наверное. У меня ее нет. А кто тогда на фотке? Ха-ха. Мама. Мама? О, господи. Ничего себе, мама какая красивая. Вот это мама, серьезно. Вот она молодая. Блин, реально мама выглядит хорошо. Здравствуйте. А прыжки с парашютом пройдут в воскресенье? Добрый день, Дмитрий. Да, воскресенье, значит, на 19. Высота 800 метров же. Да, и вас обязательно будут страховать лучшие инструкторы. Мне полчаса назад скинули расписание. Там по пять пар каждый день. Во вторник вообще шесть. Плюс учимся в субботу. Прошу прощения, не совсем понял, к чему вы это написали. Можно я прыгну без парашюта? Йога финальный босс. А тут, друзья мои, новый штраф из 2021 года. Можете поставить паузу, но две секунды вашего внимания. Сейчас я переключу дальше, я не буду все читать. Смотрите, в самом низу, интересно, незаконное занятие народной медициной. Штраф был 4000 рублей. Теперь его отменяют, и можно будет заниматься незаконно народной медициной без штрафа. А еще штраф 300 тысяч рублей за мелкое хулиганство в самолете. Раньше не было, а сейчас все, вот напьетесь в самолете хулиганить будете. 300 косарей отдайте. Все, дальше сами смотрите, что хотите, я листаю. Наш пароль от Твиттера, последние семь цифр, числа пи. До сих пор никаких хакеров. Кстати, ребята, вышла моя новая книга. Называется «Видеоблог вампира». Предзаказ можно сделать по ссылке в описании, там же можно будет посмотреть. Ознакомительный фрагмент, то есть прочитать отрывок. И если вы хотели приобрести эту книжку, то, пожалуйста, сделайте предзаказ сейчас. Вдруг в издательстве посмотрят, что много предзаказов, и мне увеличат тираж. Также после выхода книга может стоить дороже, потому что пока что «Видеоблог вампира» стоит дешевле моих других книг, это тоже аргумент сделать предзаказ. В общем, по ссылке в описании «Видеоблог вампира» доступен. Ты это, спать что ли собираешься? Да, так что заткнись. Это странно. Это странно, что людям для того, чтобы заснуть, нужно притворяться, что они уже спят. Действительно, мы ложимся, притворяемся, будто мы спим, и потом только засыпаем. А, 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 срочно, ответ, быстро. Чему равен икс? У вас есть 10 секунд, или вас казнят. Что будете делать? Ладно, все же знают, что сумма квадратов катетов в прямоугольном треугольнике равна квадрату гипотенузы. Считайте ответ в комментарии, пишите. Общая беседа группы. Общая беседа группы, когда кто-то спросил ДЗ. «Людвиг ван Бетховен сочинил Девятую симфонию, будучи уже совершенно глухим. Почему я, будучи абсолютно тупым, не могу написать прекрасные научные работы?» Хм, хороший вопрос. Да нет, тут все просто. Музыка — это в каком-то смысле математика. Если вы знаете закономерности, если вы знаете ноты, если вы знаете теорию музыки, то использовать эти закономерности вы можете писать даже не слушая, просто по нотам. Точно вам говорю, я просто музыкой занимаюсь, поэтому я знаю, что я говорю. Если у вас перегорела лампочка, не выбрасывайте ее, нагрейте лампочку температуру около 600 градусов и осторожно отделите колбу от патрона. Замените перегоревший волосок, затем снова нагрейте колбу и присоедините ее к патрону, одновременно откачивая из нее воздух. Теперь лампочка еще долго прослужит вам. Да, не благодарите. Ужасный бесед ставки у Лавкрафта из серии. Человеческий язык слишком беден, чтобы писать увиденное. Ну уж постарайся писать, интересно же. Да не, кстати, это прикольная фишка у него, серьезно. Мне стало холодно, нажал Alt F4, но окно не закрылось. Что-то опять шутка средняя. Ок. Чем выше в гору, тем выше вниз. Чем ниже выше в гору, тем ниже выше вниз. Чем выше ниже в гору вверх, тем выше ниже. Чем выше в гору, тем выше вниз. Чем ниже выше в гору вниз, тем выше в гору вниз. Вниже, чем ниже выше в гору, тем ниже в ниже. Я не могу это прочитать, серьезно. Напоминает речь Кличко. Девушки в школе, я буду использовать все цвета, чтобы выделить текст. У меня много блестящих ручек, парни в школе. Бро, у тебя есть ручка? Сам только что на полу нашел. И листок такой, типа, где-где листок надо? А, Вова валяется. Класс, читает слух. Я подсчитываю число людей, оставшихся до моей очереди, и репетирую абзац, который достанется мне. Ну, скажите, только что так не делали в детстве, а? Сказать, воды кишащие акулами, все равно, что сказать, дома кишащие людьми. Я имею в виду, что они там живут, чувак, это просто грубо. Метро кишащие людьми. Черкизовский рынок кишащие людьми. Ирландия, Кот-дивар, Гвинея, Мали, Польша, Индонезия, Сенегал, Ган. Похоже. Парагвай, Нидерланды, Люксин... О, боже, они совсем похожи. Мексика, ну, Мексикиталия, да. Венгрия, Палестина, Иордания, Куветь. Что у вас, рисунков мало, что ли? Не могли разные флаги придумать, а? Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Малайзия, США, Либерия. Да ладно, я никогда не знал, что Малайзия и Либерия. Флаг похож на США, прикольно. Андорра, Чат, Румыния, Молдавия. Чаты, Румыния, как их отличать? Египет, Ирак, Сирия, Йемен. Австралия, Великобритания. Ну, это понятно, это же вроде бы колонии, я могу путать, но это... Ну, не, ну, колонии, да. Фиджит у вала. Ладно, окей. Экзамен по этике. Первый вопрос. Жильничество это неправильно? Да, нет. Ээээ, да. Ну, и такой пишет нет. Секундочку, это может занять минуту или две. Метрическая система. Граммы, метры и литры. Имперская система. Фунты, футы, галлоны. Документалки. Да, это так бесит, типа, летит астероид. И вы представьте, ведущий говорит в документальном фильме. Этот астероид такой большой, что на нём поместятся пять футбольных полей. Вы чё, дебилы? Мы чё, дебилы? Вы дебилы, мы дебилы. Нельзя сказать, что он там несколько сотен метров. Какого хрена нам всё время предлагают сравнивать чё-то с полями футбольными? Танкер настолько грузоподъёмен, что туда поместятся сколько-то там сотен слонов, когда можно просто назвать, там, не знаю, тонны. Ну, реально, как с дебилами разговаривают. Если мне всё же удастся закончить универ, обязательно напишу автобиографию под названием «Как получить образование без мозгов способностей и трудолюбия, используя лишь изворотливость с долей хитрожопости. Также непременно приложу вкладыш с миллионным отговорок на все случаи жизни». Так такие люди по жизни пробиваются, достигают успеха. Вы чё думаете, те, кто хорошо учился, старался, они? Не-не, вот вы будете умны, а вами будут вот такие вот управлять хитрожопые. Это печально. Вода – одна миля, вода – один километр. Американцы. Так американцы же правы, миля меньше километра. Миля – это одна, а километр – это один и ш... Что вы, мать вашу, несёте? Хочется вставить мем «каждый отупел здесь» после этой фразы, но мне лениться кать его. Так вот, зачем нужно глобальное потепление. Когда ваше тело хочет уничтожить вирусы, оно повышает температуру. Может, Земля преследует те же цели? Снова люди? Такая, да. Когда специально не упомянул в своей презентации какую-то очевидную информацию по теме, чтобы учитель задал об этом вопрос. И ты с лёгкостью на него ответил. Я на четыре параллельных вселенных, а впереди тебя. В смысле, на четыре параллельных, если они параллельные, как могут быть одна впереди друг? Ой, хотя... Нет, ладно, ладно. Да, может быть, наверное, нет, нет, но я могу передумать. Да нет, наверное, да делай, что хочешь. Друзья, не забудьте, предзаказ видеоблога «Вампира» уже готов. А я уже начал писать следующую книгу, представьте себе, даже название уже есть. Ну, я потом озвучу его. По ссылке в описании. Видеоблог «Вампира». Предзаказывайте, и тем самым вы дадите понять всем мне, редактору, издательству, магазинам, что вам это интересно. Спасибо за просмотр. Всех вас люблю. И до встречи в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok